Всем привет, я Маша, и сегодня у нас в гостях Александр, третий помощник капитана, и я его вижу сегодня... Да, это правда, действительно, она не врет. Я его вижу сегодня впервые, ничего о нем не знаю, и, возможно, больше и не увижу. Братан, как твоя жизнь, как здоровье? Да супер, лучше всех, как твоя. Как ты сам себя видишь? Как ты сам себя видишь на сегодняшний день? Да, прям как Карлсон, то есть молодой человек в самом расцвете сил, именно вот так вот, если коротко. И твоя бабушка была воспитательницей? Да, действительно, моя бабушка была воспитательницей, и ты знаешь, ситуация имела быть следующим образом. То есть группа детей ходят в садик, все мелкие и так далее, и все познают мир, трогают игрушки и так далее. Что-то, что-то, какие-то новые ощущения. Но мне приходила жизнь с такой мыслью в голове, что твоя бабушка воспитательница. И, скажем так, здесь выскакивает следующая вещь, что ты привык этого человека называть бабушкой. И это твой родной человек, к которому ты обращаешься, которого ты любишь. Ну, с которым у тебя отношения совершенно другие, нежели с группой других детей. Но дело в том, что говорить бабушка было нельзя, потому что если ты скажешь, бабушка, дай мне игрушку, бабушка, когда мы кушать пойдем, бабушка, когда мы спать будем и так далее, то все другие дети, раз, они тоже начнут говорить бабушка. Второй момент, надо мной начнут издеваться, говоря, что какая ему бабушка, что он тут решил. Татьяна Григорьевна, это что? Он решил, что она ему бабушка. Какой бы ты комплимент сделал бабушке? Это один из самых светлых, блестящих, прекрасных, доброжелательных, порядочных, миролюбивых людей, коих на сегодняшний день, как мне кажется, если мы посмотрим в общем в мире, остается меньше, потому что часто люди хотят использовать друг друга, но этот человек тебя, я точно знаю, что не использует он. Он тебя любит, и за вот эту любовь, это даже в принципе, я бы сказал, что это даже не комплимент, я бы сказал, что это больше правда. Вот именно так. Это правда, что в детстве ты хотел, чтобы тебе подарили машинку-мусоровоз? Да, действительно, была такая история, просто когда только Советский Союз распал, и уже Литва стала независимым государством, как правило, импортные товары все были привезены в Литву, то есть моряками, да, и достать что-то было очень сложно. И вещь такая, что я смотрел, когда мусоровозы ездят, ну, например, я смотрю в окно и вижу, что едет мусоровоз и так далее, везет мусор. И вот мне очень захотелось такую машинку, вот, но ее нигде не было. И моя бабушка, про которую мы уже сейчас поговорили, зовут Татьяна Григорьевна, фамилия Кашталянова, как и моя, и она искала эту машинку, она видела, что я очень хочу, вот, но она как бы из тех людей, то есть из реально добрых людей, ну, вот, прямо вот, нужно что-то, ну, нужно, нужно сделать, ну-ка, счастливо, у меня тогда должно было стукнуть 4 года. Короче, они искали и нашли в Калининграде, заказывали из Калининграда, привозили из Калининграда, и я получил эту машину, это был он день рождения, и я никому ее не давал, и, блин, это была одна из самых, ну, вот, 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 как бы, у тебя была какая-нибудь в детстве игрушка, с которой ты спала, обнимала постоянно всегда, была такая игрушка? Я до сих пор с ней сплю. Вот, а у меня это занимало вот этот мусоровоз, мусорная машина, очень хотел мусорную машину, никакую другую на этот момент, и вот достал, но это стоило больших усилий. Если сейчас есть такая вещь, как Алиэкспресс, и мы можем заказать из Китая все, что хотим, то тогда этого не было. Расскажи историю про огнетушитель-машину. Огнетушитель-машина, в общем, мне 5 лет, я заканчивал садик, когда мне было 5 лет, мы собирались ехать на дачу, вот, и тогда была жива еще моя прабабушка, мы собрались, ехала моя мама, моя другая бабушка, и моя прабабушка тоже должна была с нами ехать, мы собрались, закупились, то есть вся провизия, все снабжение, все для того, чтобы провести классный, хороший, культурный, семейный отпуск на даче. Машина загружена полностью, машина универсал, то есть представляешь, да, багажник, и он забит просто до конца, просто под биток забит. Вот, мы едем, приезжаем, и мне говорят, слушай, сынок, мы сейчас пойдем, прабабушку заберем, да, поможем ей вниз спуститься, ты посиди в машине, подожди. Я говорю, да, хорошо, они выходят, закрывают дверь, то есть машина закрыта, ну, как бы не на ключ, да, но просто двери все закрыты, вот, то есть, ну, и ситуация имела быть следующим образом, что мне было скучно, моя мама периодически переживала, что если оставить меня одного, то я могу что-то поджечь или так далее, еще что-то, и я смотрю вокруг и вижу огнетушитель, вот, и мне стало интересно, если, как бы, насколько сильно нужно нажать на рычаг, насколько сильно надавить, чтобы он активировался, вот, и реально я изначально хотел просто поиграться, вот, я вытащил safety pin, да, вот этот, ну, предохранитель, который стоит, я его вытащил, нажал буквально совсем чуть-чуть, и она сработала просто моментально, и как бы, ну, как огнетушитель сам по себе так устроен, что там внутри есть такая иголочка, она пробивает одно отверстие, и там давление высвобождается наружу, и система начинает активироваться, и порошок начинает выходить наружу, вот, и внутри такая сифоновая трубка есть, ну, ну, неважно, в общем, суть такая, что весь порошок, там был порошковый огнетушитель, состоящий из такого порошка химического, и весь порошок просто по всей машине просто засыпало все, что угодно, и этот порошок так вот прямо, он летает перед тобой, я начал им дышать, раз, два, три, четыре, смотрю, просто все в порошку, но, слава богу, мозгов хватило, секунд через 20-30 я сообразил, что нужно выбегать с машины, я открыл дверь, выпал оттуда, вот, все было испорчено, все продукты, все вещи, абсолютно все, что можно, машина в химчистку, и когда они спустились вниз, они увидели, они такие, вау, ну, то, что они были в шоке, сказать, что они были в шоке, это ровным счетом не сказать ничего, собственно говоря, после этой истории мне и поставили диагноз бронхиальной астмы. И, наверное, после этой истории ты захотел стать пожарным. Да, действительно, поселилась такая мысль, я решил, что мне это интересно, и, действительно, это классно, если ты можешь совмещать свои желания, свою будущую работу с тем, что тебе нравится, и если это еще и с финансовой точки зрения тебя будет устраивать, это реально классно. Вот, я захотел стать пожарным, мне стало это интересно, я стал интересоваться такими вещами, как пожарные шланги, как их подсоединять, как их проверять, пожарные гидранты, вот, как они устроены, из чего они состоят, классы огня, различные вещи, огнетушитель, огнетушители тоже бывают разные, я начал интересоваться про дыхательные аппараты, то есть, которые одевают пожарные, и, собственно говоря, у них сзади баллон с сжатым воздухом, то есть, там, под определенным давлением этот баллон содержит сжатый воздух, и который ты можешь выдыхать, чтобы, ну, то есть, дым не попадал тебе за маску и так далее, то есть, его используют, когда реально прорываются внутрь и тушат пожар. И мне стало все это интересно, я стал читать, интересоваться, узнавать, но впоследствии мечта, конечно, не сбылась, но она сбылась частично, вот, потому что сейчас я работаю в море, и на работе я отвечаю за противопожарные устройства, типа, вот, как раз-таки огнетушители, тех самых баллонов, про которые я сказал, про пожарные шланги, гидранты, и там, всякого рода мейнтенанс, то есть, проводится постоянно с моей стороны. То есть, собственно говоря, частично мечта сбылась. Тебе хотелось было иногда побыть ребеночком? Да, действительно, мне сегодня снился сон, что я маленький. Я маленький, я хожу, гуляю, кружусь вокруг, и просто вокруг меня тоже исполняют все мои желания. Ну, когда ты маленький ребенок, за тобой же ухаживают правильно тебе, все приносят на тарелочки, и это классно, это своего рода, как сказать, какой-то кингдом, да, какое-то королевство, где ты барин, а все вокруг крепостные. Ну, это же классно, вот, и действительно хотелось бы. Вот, но, конечно же, в принципе, я сам по себе больше реалист, и это нереально, к сожалению. А может, к счастью, не знаю, потому что все-таки через, когда ты растешь, и когда ты проходишь через определенные испытания в жизни, более или менее у тебя формируются ответственные отношения к жизни и к вещам вокруг, и ты понимаешь, что не все так просто. Вот. Кто твои родители? Мои родители, моя мама медсестра, по образованию медсестра, одно время она занималась маникюром, делала ногти, сначала это было на дому, позже устроилась работать именно не в студию, как она называется, в этот салон, в салон красоты, то есть вместе с парикмахерскими и так далее. Но после она от этого дела соскочила, основная причина была в том, что просто женщина устала, что приходит женщина за женщиной, и каждая, ну, не то чтобы каждая, но практически каждая, да, каждая вторая, каждая третья рассказывает о том, блин, какая у меня сложная жизнь, как я от всего устала, и как меня запарил муж, дети, и, в общем, все разного рода, разной классификации проблемы от А до Я, и ты просто дополнительно к маникюристке, ты еще начинаешь работать каким-то личным психотерапевтом, психоаналитиком, психологом, называй как хочешь, вот. И человек от этого устал, она запарилась, и она бросила это дело, вот, и вспомнила, что есть диплом медсестры, сейчас она работает в больнице, в Клапецкой больнице моряков, вот, и там сейчас, ну, когда она сменила место работы, как-то так она жила, стала более энергичной, вот. Она и так была энергичная, но сейчас прям еще более энергичная, вот. И она молодец, как бы, то есть человек, когда ты пробуешь себя в нескольких вещах, это классно, если тебе реально все это дается, ну, чем больше вещей ты пробуешь, тем лучше ты прогрессируешь. Вот, мой папа, тоже моряк, скажем так, от него пошло побуждение к тому, чтобы работать в море, то есть, когда я рос, но, честно говоря, меня больше воспитывали женщины, потому что отец многое время находился в море. Вот, конечно, мы с ним виделись, но виделись очень редко. И, в общем, просто я наблюдал за тем, как он живет, и я думал, устраивает ли меня такая жизнь, в которой живет мой отец. И постепенно-постепенно приходил к выводу, что да, я бы хотел жить так же, как мой отец. Вот, а он ходил в море. И действительно, так бы тоже, основываясь на том, что Клайпеда морской город, и здесь довольно много людей поступают в мореходку, идут, работают в море, я видел реально два типа решения, два направления. Или идти за границу, и потратить несколько лет просто на себя хотя бы путешествовать, или вот идти в море. И вот отец посеял уверенность в том, что в море будет нормальный, правильный выбор. Вот, только единственное, что мой отец, он работает механиком, я работаю штурманом, это два разных департамента в море. В принципе, не существует штурмана без механика на судне, не существует механика без штурмана. Между собой механики штурмана очень часто разбираются, ругаются, выясняются, приводят аргументы, приводят плюсы, минусы, нет, мы важнее, нет, мы важнее. Это вечная борьба, которая происходит у всех моряков, у штурманов и механиков. Но, конечно же, все это реально в форме шутки, потому что есть факт, который я уже сказал, что одни без других не существует. Вот, и, значит, мой папа, вернемся к отцу, опять же, один из самых добрейших людей, которого я знаю, но он именно добрый человек. Знаешь, вот есть добренький человек, а есть добрый человек. Это два разных понятия, потому что добренький человек – это тот, который позволяет все просто. Ну вот все, все, что не попросишь, ой, мой маленький. Да, конечно, да, 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 что тебе? Ниссан Кашкай, да, да, конечно, хорошо, подарим, когда вырастешь. Вот он не из таких людей. То есть он добрый посыл, во всех его действиях присутствовал. Но присутствовала и другая важная вещь – справедливость. То есть накосячил – получай. Сделал плохо – ничего не получишь. Сделал хорошо – получай. То есть, ну, некого рода дрессировка, которой пользуются многие родители. И мой отец не исключение, как бы то, как он воспитывал. То есть поощрял, когда что-то хорошо. Когда что-то было плохо – наказывали. Вот. В двух словах о папе. Твоя мама сказала папе, что хочет только одного ребенка. Почему так? Чтобы подарить любовь одному человеку, одному ребенку. Чтобы не разделять ее между некоторыми другими. Как говорят по-литовски, вентуртис, да. То есть человек, чтобы ему доставалось все внимание, ему доставалась вся любовь. И на нем было сакцентировано внимание, чтобы ни в коем случае, когда мальчик, ну, или девочка вырастет, да, когда ребенок вырастет, чтобы у него не было, скажем так, недостатка любви. Чтобы он не вырос с холодной головой, рассуждающий только о логике, только о рациональности, там, да, например. Ну, о каких-то всяких, ну, о разных вещах. Это я просто беру как пример, да, логику, рациональность. Но чтобы знал в свое время тоже человек, что есть другие вещи, есть такая вещь, как любовь, и эту любовь можно дарить другим людям. И так же можно грамотно любить себя. И чтобы не разделять это между другими, моя мама решила, что хочет одного. А ты тоже хочешь одного ребенка? Сложный вопрос. Зависит от женщины, которая будет рядом. Зависит от того, кто тоже будет рожать этих детей. От ее взглядов, от ее приоритетов, от ее характера, темперамента. В принципе, здесь много факторов выскакивает. И, честно сказать, сказать сложно. Но лично мое мнение, что нужно сделать двоих. Нужно сделать хотя бы двоих. Ну, не хотя бы, но вернее двоих детей. Просто почему я говорю двоих детей, а не одного? Я, например, лишился такой возможности в жизни иметь брата или сестру, то есть родного, да, кто был бы старше тебя или младше. Я упустил все вот эти детские приколы, когда у тебя есть старший брат, и ты с ним споришь насчет чего-нибудь. И он постоянно выигрывает, потому что он буквально, может быть, на 2-3 года старше тебя, и шабальбоны будешь получать ты, потому что он будет знать немножко все эти вещи лучше. И такие отношения, насколько они укрепляются, вы можете враждовать, находясь дома у родителей. Но когда вы выходите, например, у вас какая-то стычка на улице, кто-то на кого-то нарывается, блин, твой брат пойдет за тебя, порвет всех. То есть вот этот период жизни, вот этот момент, этап, он у меня был упущен. Вот. Не могу сказать, что я там несчастлив, или как-то меня это тревожит. Нет, в принципе, я об этом не парюсь, но своим детям хотелось бы эту возможность иметь брата или сестру дать, потому что это классно. Какой бы ты сделал комплимент маме и папе? Мама, это самое лучшее ты знаешь, папа, это самое лучшее ты знаешь. Вот. А если серьезно, то комплимент заключается, я бы сказал, больше в действиях и в поступках, чем в словах. Говорить можно много, что можно по-разному принимать то, что ты говоришь. Можно вообще не слушать, да, а то, что ты делаешь, твои поступки, я считаю, поступки, которые доставляют твоим родителям радость, это и есть самый наилучший комплимент, который может быть. Я живу ту жизнь, где я стараюсь помогать своим родителям, и вот, я думаю, что вот это был бы самый основной комплимент в поступках. В хороших делах, чтобы они были счастливы от того, что у них такой ребенок. У тебя есть какой-нибудь талант? Я могу вот так вот пальцы, смотри, вот так вот. Попробуй. Не получается? На левой руке не получится. Вот большой палец, подожди, на правой руке выходит, на левой руке не получается. Бывает, людям очень противно смотреть. Ну, не знаю, нашел талантов, наверное, с этим талантом я бы не пошел. Хотя, может быть, чтобы словить хайп, в любом случае, пиар, даже плохой пиар или хороший пиар, в любом случае, это пиар, потому что есть же всякие, ну, и какие-нибудь фрик-шоу, где люди приходят, там, не знаю, начинают подносить к заднице микрофон и там что-то делать и так далее, и все же смеются, то есть люди все равно распиариваются, но я бы не пошел. Ну, понятно, это очень хороший талант, не всем такое дано, мне очень понравилось. Давай, может, я с тобой сфотографируюсь, а вдруг ты потом станешь популярным благодаря этого таланта. Вот ты кабан весы, что дает вектор. Вот ты часть той силы, которая вечно хочет зла, но все равно совершает благо или как? Ты знаешь, я бы поменял местами этих два слова. Скорее, я часть той силы, которая всегда хочет благо, но получается не всегда сделать это по-доброму. То есть, ну, что я имею в виду? Не всегда получается ситуацию решить хорошим образом, да, то есть иногда нужно прибегать к каким-то другим мерам, потому что не все люди на одной и той же волне. Я всегда за хороший исход. Меня воспитали хорошие люди, я сам по себе хороший человек и в принципе я никогда не хочу, если люди ко мне по-хорошему относятся, я всегда буду к ним тоже хорошо относиться. Вот, но, конечно же, не всегда бывает так, что можно хорошим путем все решить. Я думаю, ты сама об этом знаешь. Тебя отправили в школу в пять лет. Да, действительно, это было именно так. Я думаю, ты уже поняла почему, потому что бабушка была воспитательницей, это был основной аргумент. Ну, а так вообще решили, ну, что в туалет ходить сам может, писать может, говорить может, читать может. Пускай идет и пробует себя. И впоследствии это было верным решением, потому что, когда я заканчивал школу лет, когда я заканчивал школу, мне было 17. Вот, я закончил 17 лет, как бы у всех вокруг уже были, ну, не у всех, правда, но у большей части уже были права на машину. Я такой, блин, мне тоже хочется, ну, когда, когда я тоже хочу права иметь и так далее. и меня немножко, я комплексовал по поводу того, что мне, я был самый младший не только в классе, но и в параллели, а когда я пошел в 11 класс, у нас вообще была параллель, 7 классов, от А до Г, да, то есть А, Б, Ц, Д, Е, Ф, Г, сначала учился в Б классе, потом перешел в Д класс. Вот, и когда даже начались студенческие годы, когда я был на первом курсе, все друзья ходили в бар, в клуб, и мне тоже хотелось, а мне было все еще 17, я не мог, меня не пропускали, тогда я еще с 18 лет все разрешалось, и, блин, как это парило, но впоследствии, то есть, когда я закончил учебу в мореходке, мне было 21, в 22 устроился по специальности, вот, поэтому, в принципе, была хорошая экономия времени. У тебя в детстве был лишний вес? Да, действительно, было, правда, в свои лучшие годы я весил 110, 109, где-то в этом районе 109, точка с чем-то, а это все было на нервной почве, то есть, знаешь, как происходит, когда как бы у тебя нервы, стресс, как правило, люди находят способ, чтобы все это убирать, да, то есть, отодвигать в сторону. Одни люди занимаются спортом, другие уходят в месячный запой, третьи гуляют, четвертые слушают, слушают Гёте или Баха, пятые играют домино и так далее. Большой процент людей на земле, я думаю, нет, хотя большой, я ошибаюсь, есть процент людей на земле, которые заедают в стрессовой ситуации. Я был тем, кто заедал, и как бы моя другая бабушка, мама моей мамы, она любила быть хорошенькой, она подкармливала меня всегда, ни в чем не отказывала. Таким образом, человек проявлял свою любовь, это тоже не есть плохо, единственное, что нужно было, конечно, все это дозировать, ну вот, и я сидел за компьютером, меня никогда оттуда не выгоняли, и вот, и я много кушал, мало двигался, впоследствии был избыточный лишний вес, и в школе, как бы, я занимал позицию того стеснительного, такого, стеснительного, но хорошего мальчика, но именно мальчика. Вот, морально я был слабее вокруг людей себя, потому что все были старше, и вот, я этого стеснялся, загонялся, и так далее, но, тем не менее, все равно, я считаю, что родители правильно поступили, когда отправили в школу, что мне было 5 лет, это было хорошим решением, ну и также, опять же, избыток, избыток женского внимания, недостаток мужского внимания, привел к такому ходу событий. В первом классе родители тебя отвели заниматься каратэ. Да, действительно, это правда, и они долго решали, куда отправить, вообще, я сейчас хотел отправить на плавание, плавание, это тот вид спорта, где развиваются все мышцы тела, вот, но, тем не менее, решили про каратэ, чтобы все равно какая-то база была, про защиту себя и так далее, чтобы это не использовалось для какой-то агрессии, только для самозащиты, но чем хорош этот спорт, почему они решили так, и что впоследствии, в чем я сам убедился, в этом спорте меньше вероятность получить какую-то серьезную травму, после которой ты можешь остаться инвалидом, или иметь какой-то, да, определенный дефект в своем организме, вот, скажем так, потому что там не включены удары с руками в голову, там не включены болевые приемы, удушающие приемы, заломы, вот, когда ты проводишь болевой прием, например, на шею, ты можешь серьезно навредить человеку, что потом впоследствии он останется инвалидом, вот, а там этого нету, поэтому этот спорт считается, как бы, таким сбалансированным, то есть меньше, конечно, есть вероятность получить травму, в любом случае, чем бы ты ни занимался, от инцидентов никто не застрахован, но в этом спорте это было сведено к минимуму, поэтому мы решили пойти именно туда, вот. В итоге ты оказался в каратэ-клубе Шодан. Да, Шодан, если правильнее, Шодан в переводе с японского это черный пояс, вот, и я оказался там, когда был подростком, мне было лет 13, родители переехали жить в другой конец города, на улице Драгону, вот, ближе к морю, и тогда мы решили, что нужно, ну, реально было очень далеко ездить на автобусе, в другой конец города, к Бигу, тогда еще Биг, нынешний Молос, мне, честно, я никогда не смогу называть его Молос, потому что для меня это Биг до конца жизни уже останется, как, типа, ну, да, я понимаю, акции поменялись, но тем не менее, ну, не суть, в общем, и тогда я перешел к тренеру, Лукасу Кубилису, и он тренировал уже ребят постарше, и тренер до этого, Аня, она тренировала больше детей, она специализировалась, ее фишка была в том, чтобы детей, именно детьми заниматься, вот, а Лукас, он уже занимался подростками, и теми, кто постарше, и на сегодняшний день, он до сих пор, он и исполняет роль президента клуба, каратэ-клуба, у него есть группа тренеров, которые проводят тренировки, не только в Клайпеде, но и в Паланге, в Кретинге, ну, реально, чуть ли не по всей же МАТИ, вот, и это считается один из лучших каратэ-клубов в Литве, уже довольно долгое время, на соревнованиях они постоянно по групповым очкам набирают, то есть там больше всего призовых мест получает, именно Шодан, как правило, вот, и я перешел туда, потому что там можно было рядом ездить на автобусе, это все рядом находилось довольно близко, меньшее расстояние нужно было преодолевать, вот. Тебе что-то твой тренер сказал когда-нибудь, что тебе запомнилось очень? Хорошо. Да, говорил, он говорил, что страх – это трудный акт храбрости, вот, поэтому никогда не позволяй людям залазить в твою голову и психологического, скажем так, давления никогда не позволяй на себя оказывать. Интерпретируй любую ситуацию, что ты все контролируешь, а не кто-то другой. Ты занимался каратэ 15 лет, что ты понял за это время? Понял, ну, во-первых, если мы говорим про самозащиту, да, и как часто бывает, что на улице происходят какие-то инциденты или инциденты в баре, да, что приходится людям прибегать к физическому контакту с какому-то физическому насилию определенному, это не самый лучший выбор, потому что на улице может произойти все, что угодно. И навыки самообороны тебе там, ну, дают, конечно, какую-то базу, да, но если кто-то повышает ставку и, например, достает нож и идет на тебя, карата не поможет. Вот, это не выход. Это хорошее занятие для души, для себя, для физического состояния, для спорта. В общем, это хорошее занятие. Вот, за это время также я понял, что коллектив, вообще сам по себе как коллектив, но когда ты приходишь в зал, неважно, чем ты занимаешься на самом деле, карате, дзюдо, самбо, вольная борьба, ММА, К1, неважно. Важно то, что учат этикету, учат уважению. Когда ты приходишь в зал, первая вещь, это уважение ко всем присутствующим. Ты должен оказывать и ты должен реально уважать всех вокруг, потому что эти люди, они занимаются точно тем же, что и ты. Абсолютно, за 15 лет я понял, что абсолютно нет ничего постыдного, если ты приходишь заниматься в зал и говоришь своему спарринг-партнеру, например, что слушай, давай сегодня немножко попроще, у меня там, например, отбита нога, еще что-то, я потянул руку и так далее, сюда, пожалуйста, лоу-кик не пробивай в ногу и так далее. Эти все вещи есть, ничего постыдного в том, что ты говоришь эти вещи нету. То есть за 15 лет реально уважение к твоему, ну, в рамке данной словесной конструкции я могу сказать, что это как бы отношение к твоим коллегам, то есть по цеху. Ну, к твоим коллегам по цеху уважительное отношение ко всем вокруг. Вот это, пожалуй, самая основная вещь, которую за 15 лет хорошо усвоил. Саня, давай разыграем мизанцены, будто я спортсмен, а ты тренер. И мне страшно. Я хочу домой к маме, можно я пойду, пожалуйста? Давайте убежим отсюда спрячемся. Ты много работала для соревнований? Да. Ты считаешь себя храброй? Да. Ты хочешь быть известной? Да. Вот иди и покажи всем, кто ты такая. Победи этого. Победи ее. Победи ее. Ну, я хочу к маме. Иди и победи и всем покажи, что ты не зря старалась. Ты старалась? Не зря. Ты поняла меня? Ладно. Ты учился в Жалякальне. Да, это верно. И в Жалякальне, ну, тогда она еще была школой, правда, когда я туда пошел. И у нас, даже, короче, гимн школы был сначала один, потом, когда она стала гимназией, это стало другим гимном. Когда это была школа, наша школа на горке зеленой стоит. каждый день выпускает питомцев своих. Вот даже что-то сейчас еще помню. И вообще, на самом деле, у нас очень классная школа, все те, кто с Жалякальне, всем большой привет. Все знаете, всегда всех рад видеть. Вот. И у нас, наша гимназия была акцентирована на английском языке. У нас реально была основана на английском. Очень много профессиональных было людей, кто реально нас учили английскому и заставляли постоянно читать книги, учить пересказы и так далее. И в Жалякальне мне в жизни очень помогли некоторые люди. Один из этих людей это Наталья Геннадьевна Рачковская. Она вела у меня английский, когда я перешел девятый класс, по-моему, или восьмой, честно говоря, не хочу врать, не помню, восьмой или девятый класс где-то вот тогда вот. Я пошел к ней, она посеяла мне любовь в английском, она занималась, она была руководителем музея Шекспира в нашей школе. Она звала участвовать во всяких сценах, мероприятиях, экскурсиях, проводить экскурсии по музею Шекспира и так далее. И скажем так, она научила стараться, не стесняться, никогда свободно говорить на английском. То есть даже если ты, например, говоришь, это запнулся и ты забыл одно второе слово. And it is sometimes difficult for you to say something because you forget the certain word, but the thing is that just no need to hesitate, need to speak and need to develop your speaking skill, speaking skill through the speaking. it will not develop if you just keep the silence. So even if you forget one word, don't mind that, just continue. The thing is that you can later on make a conclusion from your own mistakes, so it's not a problem. Ну, что-то наподобие этого, да, то есть не нужно стесняться, если как бы ты говоришь с ошибкой. Вот. И реально впоследствии в жизни это очень помогло. Почему? Потому что например, сейчас на работе иногда мне не хватает профессиональных навыков, то есть я где-то ошибаюсь или где-то чего-то не знаю, но просто знание английского столько письменного, сколько и разговорного, столько и в лексике, оно реально помогало выживать и выворачиваться на работе, потому что часто бывает так, что на работе люди обращаются с просьбами написать какие-то рапорты, и все общение, все именно официальное общение, деловое общение через переписки в море осуществляется на английском языке, потому что это интернациональный принятый язык между всеми. Переписка, два русскоговорящих человека, один человек со стороны офиса, другой человек со стороны судна, вы должны переписываться на английском языке, потому что какие-то другие люди, которые могут находиться в копии этого сообщения, они могут быть не русскоговорящими, они должны все это видеть, читать, чтобы производить мониторинг информации, чтобы быть в курсе. И она, Наталья Геннадьевна, реально очень сильно помогла в том, чтобы вывести английский на нормальный уровень, что он реально помогал в жизни в плане того, что говорю. Профессиональных навыков иногда не хватало, но за счет знания английского я просто всегда вытягивал, и ко мне формировалось хорошее отношение, что я людям помогал создавать какие-то рапорты, писать письма, писать какие-то CV, какие-то мотивационные письма, потому что мы писали много писем, почти каждую неделю по несколько письм мы писали в школе. и английский язык планет она вообще просто выручила. Спасибо вам большое. Это от души, это не комплимент, это правда. Классный руководитель у меня был Вадим Иванович Барановский, вел историю. Ты тоже третью училась? Один год. Один год, да? Так ты знаешь его? Его все знают. Кто его не знает, да, вот именно. Вадим Иванович, здравствуйте. Правда, на историю я ходил к нему только один год, это был десятый класс, потом я историю не выбирал, у меня ее не было, но как человек за своих детей, за свой класс он реально шел горой всегда, в любых ситуациях он был за тебя, он был за детей, он реально относился к нам, как к своим детям. И за это отношение огромное человеческое спасибо. Чувствовалась любовь дома, чувствовалась любовь в школе, это было. Не было нехватки этого. У тебя в школе было мало друзей? Да, было мало друзей, я мало с кем общался. Ну, с парочку одноклассниками, конечно, мы общались, вот, иногда как-то так вот пути пересекались, бывало, что с кем-то общаешься меньше, с кем-то больше, потом с кем-то вообще перестаешь общаться, вот, но тем не менее на данный момент, если ты встречаешь кого-то, кто с тобой заканчивал, параллель, это, как правило, очень душевная и классная встреча, и вы вспоминаете все с невероятной улыбкой и с невероятно позитивными эмоциями от всего того, что было в то время. неважно, хорошие у вас отношения в тот момент были или плохие, и сейчас все эти встречи, они реально классные. Вот, но да, было мало друзей, я мало с кем общался, я был таким очень близ, близок к интроверту, и мне мало парило, что происходит вокруг, я жил в своем собственном мире внутри себя, и мало с кем общался, был дефицит общения, но я очень хотел подружиться с кем-то, я хотел, чтобы было много друзей, я хотел быть в самом классном школе, я хотел какого-то уважения, респекта, наверное, такое желание, которое имели все дети в свое время, то есть быть самым классным, быть самым крутым, быть на суперподъеме. Тебе не нравится футбол? Не то, чтобы не нравится, просто я не фанат этого дела, хотя ты знаешь, сказать по правде, стоит интересоваться футболом хотя бы для того, чтобы, ну, вот представь, тебя окружают люди в какой-то определенной социальной ситуации, скажем так, даже на работе, да, и бывает у вас, бывает, ну, ты работаешь, и к тебе приходит инспектор с проверкой, да, и начинает тебя спрашивать и так далее, у вас создаются какие-то такие, у вас создаются небольшая скованность между вами, скованные отношения, что-то не получается, в какой-то момент, может быть, все это переходит в такую некую агрессию и очень плохие отношения, но, например, если ты фанат футбола, и он тоже фанат футбола, у вас появляется такая тема, опа, а какой клуб, в какой лиге там играет, там, этот клуб так далее, а как вам нравится, а как вам их защита, как вам их нападение, что вы думаете, как там полузащитники, как состав, как тренер, лучше этот или тот, появляется новая тема для разговора, и это создает позитивный лад общения, у человека сразу становится к тебе хорошее отношение, потому что у вас есть что обсудить, с этой точки зрения стоит интересоваться футболом, но мне просто он как спорт не нравится, мне, я не любитель командных видов спорта, я люблю индивидуальный вид спорта, поэтому лично я футболом не интересуюсь. Как ты думаешь, девушкам нравятся парни, которые постоянно сидят за компьютером? При условии, что они сами сидят за компьютером, я думаю, что им вполне нравится, там даже в какой-то момент еще, может быть, какая-нибудь драка начнется, слушай, вообще вали уже, и я хочу поиграть, например, да, там уже, уже мое время пошло, там, и так далее, можно разделять, смотря какие у тебя системные ценности по жизни, какие у тебя убеждения, как ты сам реально, как сама девушка любит проводить досуг, если это связано с компьютерными играми, то я думаю, ей будет нравиться, если это не связано с компьютерными играми, то по-любому ей это будет не нравиться, и вопрос в том, будет ли она идти на встречу, чтобы как-то с собой совладать, и, например, все это дело терпеть, то есть будет ли человек идти на компромисс в этом случае, поэтому я думаю, что больший процент девушек, которым это не нравится, больший процент девушек интерпретирует это как ребячество, как то, чем люди занимаются в подростковое время. А со мной бы ты поиграл? Ну, если хорошо попросишь. Ты фанат УФЦ? Ну, не совсем УФЦ, чтобы быть точнее, я фанат смешанных единоборств, то есть по-английски он называется MMA, Mixed Martial Arts, то есть смешанное единоборство. УФЦ это, собственно говоря, это организация, это на английском сленге называется промоушн, это самая известная организация, которая устраивает, организовывает бои между лучшими бойцами по всему миру именно в стиле смешанных единоборств, где разрешены удушающие приемы, где разрешены заломы на сустав, где разрешена драка в стойке, где разрешен партер, перевод человека в партер на землю с позициями снизу и сверху. Но при всем при этом, даже там есть определенные правила и ограничения, например, не давить глазное яблоко, например, не бить в пах, например, если человек опирается хотя бы одним коленом на землю, его нельзя бить с коленом в голову в этот момент, то есть и в этом спорте, опять же, это спорт, да, и это спорт по правилам. То, что это организация, понятное дело, что там присутствует и бизнес, там присутствуют и разговоры, там присутствуют и лестные, и нелестные разговоры, и агрессивные высказывания, и так далее. Такие звезды, как Конор МакГрегор, вообще сейчас был признан человеком, он был признан тем, кто зарабатывает сейчас больше всего среди спортсменов. То есть это самый дорогой спортсмен, самый дорогостоящий спортсмен. Знаешь, как он проводит конференции? Просто во время конференции он задает вопрос человеку, говорит, если бы тебе предложили подписать контракт на бой со мной, ты бы согласился? Другой боец говорит, конечно, это же легкие деньги. Он говорит, дружище, я могу сделать тебя богатым. Когда ты идешь на бой со мной, ты становишься богатым. Это празднование. Когда ты подписываешь контракт на бой со мной, это празднование. Ты звонишь домой своей жене и говоришь, детка, мы сделали это? Мы смогли, детка. Конор МакГрегор сделал нас богатыми, мы стали богатыми. Надевай красные трусики, мы богатые. Таким образом он проводит конференции. То есть в плане шоу-бизнеса, в плане ипотажности персонаж, конечно, классный. Как боец, субъективное мое личное мнение, он далеко не самый лучший в своем весе. Но как организация, она классная. И я реально фанат. Я из тех людей, кто ночью сидит и смотрит UFC. То есть, как, например, все компании собирают смотреть футбол, я также собираюсь. Но по нашему времени, по нашему часовому поясу это идет ночью. Буквально с полуночи до 7 утра происходят бои. И я из тех людей, кто сидит всю ночь и смотрит. Так же, как футбольный матч. Люди собираются, смотрят. Телеграм подписан на новости. Ну, мне это интересно, да. Кому-то интересно что-то другое. При каких обстоятельствах ты сказал девушке первый раз, я тебя люблю? При обстоятельствах, когда мне было, подожди, не отвру, было 19 лет. И это было сказано вообще на эмоциональной почве. Мы с ней знакомы были всего неделю. Это была одна из первых девушек, которая у меня была. И это было сказано вообще на эмоциональной почве. Но это не была любовь, это просто была какая-то страсть и какой-то порыв. И этот порыв был выражен этими сказанными словами. Это был первый раз, собственно говоря, и последний. Что самое романтическое, что ты делал для барышни? Я как-то один раз было мало денег, учился в мореходке, денег особо много не было. Но я взял куски обыкновенного туалетного мыла и разложил количество дней, сколько мы с ней встречались. Вот, прям на полу. Ну, в мореходке у тебя денег не было. А сейчас как ситуация обстоит? Ну так, девушку сводить на кофе хватает. Поэтесса Соломонова спрашивает тебя, будет ли любовь полной, если нет никакой боли? Нет, не будет, потому что если мы трактуем такую вещь, как любовь, в плане того, чтобы быть счастливым, то есть, если ты считаешь себя счастливым, ну, то есть, если предусмотрен тот факт, что для счастья тебе нужно кого-то любить, чтобы была любовь, без несчастья мы бы не смогли бы ценить счастье. Поэтому мы должны пройти какое-то несчастье, почувствовать какую-то боль, чтобы мы ценили то, что мы имеем, или то, что мы имели, то, что мы хотим иметь, чтобы мы знали цену тем вещам, которые у нас есть сейчас. Поэтому не может быть любви без боли. На сегодняшний день ты готов создать семью? Ответить четко не смогу. Соотношение больше да, чем нет. Да, по определенным причинам, нет, по другим причинам. Но на самом деле подошел к тому этапу в жизни, что хочется стабильности, хочется иметь какую-то свою базу, хочется иметь какой-то плацдарм в качестве в отношении того, что рядом с тобой есть человек, которому ты можешь полностью доверять, ты можешь ждать свои ключи, ты можешь ждать свою карточку, ты можешь ждать все что угодно, и ты знаешь, что тебе это все вернется. И хотя бы в плане этого, ну, просто когда ты один в свободном плавании, когда ты как бы без отношений, тебя жизнь закручивает в разные истории. И эти истории не всегда заканчиваются хорошо. Иногда заканчиваются классно и весело, эмоционально ты на суперподъеме. иногда они заканчиваются не очень хорошо. Иногда они заканчиваются так, что ты остаешься использованным, то есть тебя использовали, и бывает, что подставили, и как бы ты впоследствии остаешься там без денег, еще без чего-то. И, скажем так, жизнь в свободном плавании, она как бы хорошая, классная, но она также и опасная. То есть нету никаких гарантий. Можешь поехать отдыхать в Таиланд с друзьями, а все закончится тем, что вы там в таиландской тюрьме где-то загремели за какие-нибудь всякого разного рода приключения. А ты такой, как я, пустил бы к себе в дом на чашечку кофе? А только кофе? Или тебе еще нужно будет барбекю делать, там шашлыки жарить, мангал ставить, помидоры нарезывать, часть каких-то вещей дать или только на кофе. Чем больше, тем лучше. Чем больше, тем лучше. Ну, так сколько не дашь, мало же будет. Ты не боишься, что я все твои деньги украду? Да, и без денег тоже нормально. Счастье же не в деньгах, деньги это средство достижения счастья, а без денег тоже бывает иногда неплохо. Представь, что ты стал папой и представь, что вот ребенок заплакал. Что ты будешь делать? Малыш, 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 ты что, ты что, не надо, блин, вырастешь, все у тебя будет. Не парься, не переживай, ну, пожалуйста, пожалей нервы папы, блин, что делать? Я сейчас сам расплачусь. Ну, я ответственный папа, серьезно, я учился, я жил обыкновенную, нормальную, ответственную жизнь, ну, пожалуйста, пожалей меня, господи. Вот. У тебя нет боязни сцены. Нет, нету, есть такой человек, Светлана Васечкина, ее зовут, она в третьей школе у нас преподавала театр, она являлась тем человеком в моей жизни, здравствуйте, есть кто отсеял вообще любой страх или какой-то боязнь сцены, потому что мы выступали, у нас были всякие разные там каламбуры, маски-шоу всякие так называемые, разные мы устраивали, и это было классно, это был реально тот же опыт, что сейчас впоследствии, например, мне на моей работе нужно иногда проводить какие-то лекции, проводить какие-то инструктажи, нужно говорить перед людьми, нужно говорить четко, ясно, понятно, фильтровать ту информацию, которую ты даешь, скажешь слишком много, все забудут, будет боязнь сцены, не будешь уметь говорить, не сможешь делать работу, то есть, собственно говоря, театр, который вела Светлана Васечкина, очень реально помог ее от сил вообще боязнь сцены, это действительно так, и это классно, всем желаю это качество, если имеете, гордитесь этим, не стесняйтесь этого. Саня, давай мне комплимент, четко, ясно и понятно. Черная кошка. Темно, извини, не заметил. Давай прочитай что-нибудь из Моргенштерна. Цепи висят на папе, копаем кэш лопатой, богатый будто капер, как там твоя зарплата? Эй, посмотри, два бульта на мне, часы, три на шее, семь под жопу, и мне чуть больше двадцати. Мне Моргенштерн не понравился, давай что-то другое. Друппа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве, пожелай мне удачи в бою, пожелай мне интервью, удачи в интервью. Как ты относишься к Олегу Шураеву? А кто это? И что есть такой видос барейкис? Я их не знаю. Что вообще на тебя повлияло до двадцати лет? Отношения друзей, родителей, различные социальные ситуации, которые заканчивались различным исходом, когда они заканчивались хорошо, позитивно, когда плохо, когда печально, плачевно. Опыт в каких-то определенных ситуациях, когда шагаешь по жизни, какие-то удачи, какие-то неудачи, то есть какие-то поступки, например, поступление в высшее учебное заведение, классный поступок, ты понимаешь, что да, я иду в ответственном направлении, я чем-то занимаюсь, то есть я не сижу дома, не только в игры играю. Пожалуй, опыт с поступков, опыт с каких-то таких ситуаций, где нужно было принимать какое-то решение и четко, быстро. Единственное правильное решение, и чтобы принимать правильное решение, как правило, нужно уметь правильную оценку ситуации дать. Как пришли годы в мереходке? Весело, супервесело. Мы сидели на парах и шатли в телефонах. Был один преподаватель, который за телефон ставил двойки. То есть если завибрирует телефон или зазвонит, поднимаешь руку, говоришь, что это мой телефон, тебе ставят двойку. Если ты не признаешься, ставят двойку кому угодно. И он просто приходил на пару и говорил. У меня сегодня плохое настроение, короче, 10 двойк нарисую. Читает фамилию, Кашталянов типа выучил, такой нет, двойка. Какой-нибудь. Сабин выучил? Не, двойка. Пидорич выучил? Да, выходи. Вышел, ничего не ответил. Говорит, две двойки. За что две двойки? За то, что вышел, за то, что не знаешь. Две двойки. Не знаю, например, какой-нибудь. Вычакавскис? А его нету. Тоже двойка. Такой преподаватель. Короче, один раз зазвонил телефон. Ну, даже не зазвонил у человека, он завибрировал чисто. Он поднимает руку и говорит, вибрация. Он говорит, вибрацию вы можете предложить и смотрит на женский пол. Чисто такая дискриминация. Девушка у нас была такая небольшая она в учебные, в студенческие годы, потому что больше морская профессия, она больше свойственна мужчинам. Просто из той мысли, что из той идеи, что мужики сами по себе они физически сильнее женщин. Ну, больший процент мужчин на планете, они физически сильнее, чем женщины. Есть и сильные, есть и женщины, которые, ну, супер сильнее мужиков, я не спорю с этим. Просто как бы мало женщин реально учатся на эту профессию, но есть, кто работает, есть, кто ходит в море. Лично я никогда не пересекался с женщиной для работы в море. Есть же всякие такие морские байки и поговорки, что типа женщина на корабле это не к счастью, это типа, ну, какой-то провал и так далее. А это все говорится, потому что, ну, вот представь, есть женщина на судне и вы там живете ни один день, ни два, ни неделю, ну, там месяц, два, три, полгода иногда, иногда больше. Вы как бы постоянно пересекаетесь и, например, один человек начинает пользоваться парфюмом. парень, да, мужчина, он начинает душиться в какой-то момент, чтобы произвести хорошее впечатление на женский пол. Из-за того, что один пользуется парфюмом, другой не пользуется парфюмом, один другому начинает кричать права, а что ты здесь начал душиться, типа там, выеживаешься перед девчонкой или еще что-то. И на этой почве, то есть, это происходит несознательно, это происходит неподсознательно со стороны женщины, просто так случается, да, что она становится виновницей какого-то, какого-то конфликта или какой-то вот такой вот спорной ситуации на судне, и поэтому принято говорить, что женщина на корабле это типа, ну вот, к несчастью. Но есть один выход, если 50% экипажа женщины, 50% экипажа мужчин, я думаю, что в принципе не проблема, потому что, собственно говоря, у всех равные права и вас 50-50. А студенческие годы весело, классно, круто, задорно, то есть, ну вообще, делалось все и не всегда делалось по логике, часто сопровождалось все каким-то эмоциональным порывом, так что вот так вот. В море ты столкнулся с пьющим составом, как это было вообще? Ну просто было элементарно так, что когда в процессе того, как работал, видел, что людям очень важно восполнять свое эмоциональное состояние употреблением алкоголя при всем при том, что вообще сухой закон находился на судне, сухой закон в политике компании, то есть, это имеется в виду никакого алкоголя абсолютно, то есть, ничего нельзя было. Но, тем не менее, именно это правило, ну это мое личное мнение, именно такой закон, сухой закон, как раз-таки побуждает и провоцирует людей, которые любят выпить, накупить как можно всего побольше, когда производится такая возможность, то есть, например, если пароход стоит на якоре где-нибудь в прибрежной зоне и рядом с берегом, как правило, в любой стране, в любом континенте есть маленькие яхты, маленькие какие-то рыбацкие суда, которые между судами постоянно туда-сюда шоркаются и предлагают что-то взять. Вот, то есть, они тебе показывают, например, ящик пива или там ящик водки, да, вот, и говорят там что-то, показывают на пальцах, например, сколько долларов, ты на веревочке опускаешь денежку, тебя подвязывают, ты берешь алкоголь, вот, я был свидетелем таких вещей и со временем просто заметил, что людям это чуть ли не в приоритете, то есть, люди напивались, и происходили какие-то конфликты, руганье и так далее, разные понимания ситуаций, разные мнения, и люди бывало не выходили на работу из-за пьянок, вот, и это был такой интересный жизненный опыт, просто понял одну вещь, что, как бы, как люди проводят свой фритайм с употреблением алкоголя здесь и как это происходит в море, это абсолютно две разные вещи, потому что в море, когда люди, которые привыкли к тому, чтобы постоянно пить, ну, то есть, они таким образом расслабляются, да, отходят от каких-то своих проблем, хотя это, в принципе, больше бегство от проблем, чем решение проблемы, люди брали технический спирт, этиловый технический спирт, разбодяживали его марганцовкой, собирался такой небольшой осадок, я не знаю, всей вот этой технической штучки, он так осадком падал вниз, и сверху, этот спирт, по словам их, да, людей, которые это делали, по их словам, сверху, с верхней части, он как бы становился таким более очищенным, и они просто брали, в поршень забивали 10 миллилитров, и потом разливали его в рюмочку и пили, вот, 9 мая так отмечалось в один момент, вот, и у меня на глазах люди реально начинали тупеть иногда, и тупеть очень жестко, и я как бы насмотрелся на такой образец, каким становиться не нужно, и каким становиться не хотелось бы, то есть главный урок, главный вывод, который был с этого, со всего вынесен, ты увидел тот характер, ну, то есть то отношение к работе, то таких людей, каким становиться точно не нужно, это тоже хорошо, вот, и это и есть самый ценный опыт. Все хотят работать на перевозке природного газа, там больше платят? Да, именно в этом-то и дело, что газовозный флот, он сам по себе разделяется на то, что есть перевозка жирного нефтяного газа, есть перевозка жирного природного газа. Тот газ, что нефтяной, вот если мы будем ехать, мы видим, что есть бензоколонки, да, там написано LPG, ликвифайл петролиум газ, это жирный пропан, жирный бутан, который, ну, в газообразной форме, если его хранить в определенной, в определенной температуре, понижая температуру, или повышение, или повышение давления в той как бы местности, где он находится, в том компартменте, то он будет конденсировать из газообразного состояния в жидкое. Вот, и таким образом, в этой форме, этой жидкости он перевозится морем. И тот газ, который перевожу я, это природный газ, это метан. И чтобы его довести до сжиженного состояния, необходимо доводить температуру до минус 161 градуса. То есть, если у нас абсолютный ноль, это минус 273 градуса, точка 15, вроде бы, если не ошибаюсь, градусов Цельсия, то есть это то условие, при котором молекула тела абсолютно не двигается, то есть оно в состоянии абсолютного полного покоя. То минус 161, это довольно близко к минус 273. То есть, ну, не может быть температуры меньше 273. Не может быть температуры минус 300, да, и то, что я перевожу такой груз, где температура бывает минус 160, минус 161. Это, ну, понятно, что это серьезные вещи переводятся, взрывоопасные и так далее. Как нужно развиваться, чтобы стать вторым? Нужен ответственный подход к делу, ответственно работать, упорно изучать литературу, упорно читать, ходить за текущим вторым помощником капитана на судне, стать что-то типа его хвостиком, смотреть, чем он занимается, спрашивать его про обязанности, просить, чтобы рассказывал, объяснял. Благо, если попадется профессионал своего дела, который знает свою работу, бывает, не всегда так бывает, бывает так, что ты попадаешь к человеку, который плохо знает свою работу и выполняет ее не очень хорошо, и, собственно говоря, что он может как бы тебе рассказать. То есть ты понимаешь, что тебе остается только самообразованием заниматься. Но при всем при этом тебе нужна частичка удачи, чтобы оказаться в правильном месте, в правильное время, в нужное время, потому что может освободиться должность человека, потому что он ушел в другую компанию или его повысили в должности, и тогда место свободное, но на это место есть помимо тебя еще несколько людей. Нужно оказаться в правильном месте, в правильное время, и нужно быть готовым в любой момент. Такое предложение может прийти, даже когда ты находишься на судне, что тебя на пароходе прямо повысят. То есть текущий второй помощник капитана поедет домой, а ты остаешься вместо него, и они присылают нового третьего помощника, например. Я очень хочу погадать. Вот там свечки. Пожалуйста, зажги и дай мне. И одну себе возьми. Видишь себя капитаном в будущем? Да. Видишь себя в море всю жизнь? Нет. Что нужно для того, чтобы отношения были крепкими? Почаще говорить друг другу хорошие, добрые слова. Почаще использовать больше ласки, даже когда вы ругаетесь. Просто говорить друг другу то, какие вы классные, и ценить то, что вы делаете друг друга счастливыми, а не доказывать свою индивидуальность. Нужен ли брак в современном мире? Сложный вопрос. В зависимости от своих взглядов, потому что пока есть браки, будут существовать разводы. И лично у меня есть такие знакомые, которые при разводе делили тарелки. Да, то есть настолько было все плохо. И есть образцы счастливой жизни браки, есть образцы несчастливой жизни в браке. Поэтому вопрос больше, ну скажем так, для каждого будет своя правда. Да, и если у тебя своя правда, сложно будет ее навязать кому-то другому. И хорошо, если встретишь такого же человека, который будет таких же убеждений, как и ты. Возвращаясь к вопросу, я думаю, что больше да, чем нет, потому что все равно это как бы узаконование отношений, что ли. Ну типа... Что меня ждет в будущем? Ты сегодня вечером будешь принимать душ. Вот. И будешь спать. Не факт. Будешь в компьютерной игре играть. Хорошо, поставь, пожалуйста, свечи на место, только не задувай. И аккуратнее, пожалуйста. И возьми ее шахматную доску. Перед тобой шахматная доска. Кто ты на шахматной доске? Офицер. Или просто слон. Потому что кое-чего добился, но еще несовершенен. Но еще несовершенен всегда есть куда расти. Кто ты в этой жизни? Офицер. Действительно так и есть. Я являюсь помощником капитана, то есть я выполняю роль вахтенного штурмана. И как бы, если проводить на английский, то моя должность называется офисер of the watch. То есть, в принципе, офицеры и офицер на шахматах. Вот так вот. Такое хорошее совпадение. Страх. Нужно ли чего-то бояться в этой жизни? Нужно бояться того, что всегда может стать еще хуже, чем есть на самом деле. То есть, почему люди говорят, что ну ладно, худшее уже. Не, не то, что худшее позади. Могло бы быть и хуже. Могло бы быть и хуже. То есть положительный момент в какой-то неудаче, что могло бы быть и хуже, да. Но, блин, вот и нужно бояться того, чтобы не было хуже и прилагать все усилия. Но этот страх, он не должен перерастать в такое состояние, в котором ты как парализованный человек, прям не знаешь, что делать. Этот страх, наоборот, должен тебя мотивировать. Как я сказал, да, страх – трудный акт храбрости. Поэтому через страх нужно пройти, чтобы стать храбрым. В чем сила? В свободе выбора. Как отступок небольшой? Как там «Братья-2» помнишь? Смотрела этот фильм? Конечно. Вот «Братья-2». В чем сила, брат? В деньгах? Ну, в деньгах, да, ведь и тот силен, у кого их больше. В деньгах вся сила. Нет, я думаю, сила в правде и так далее, да. А я думаю, что сила в свободе выбора. Что я имею в виду? Когда человек имеет свободу выбора, он вправе решить, то есть, что он хочет, да, и как ему поступать. В этом есть реальная сила, потому что ты не берешь то, что тебе жизнь подкидывает. То есть, ты не берешь оставшийся какой-то последний материал или последнюю какую-то возможность. Например, человек хочет жениться, да, и человеку 40 лет. И, скажем так, уже выбор-то и не особо в 40 лет. То есть, очень много бывает вариантов, что женщины, с которыми ты знакомишься, бывает, что они с детьми, бывает еще что-то. Они всех это устраивает. Вот. И дело в том, что у человека бывает, ну, не остается выбора. То есть, ты берешь как бы ту, ты выбираешь ту женщину, которая уже просто тебе кажется, что это наилучший вариант, хоть, может быть, ты не совсем хотел бы именно так, ты хотел бы как-то по-другому. Но когда у тебя, например, когда ты моложе, когда тебе там 20-25, у тебя есть свобода выбора, да, то есть, как правило, в этом возрасте, ну, люди, люди, люди жизнь еще познают, и у тебя есть свобода выбора. Например, что еще, другой пример, я на данный момент живу у родителей, остановился у родителей, я могу позволить себе снимать квартиру, и могу жить в квартире. То есть, я сам решаю, да, я хочу, я могу снимать квартиру уже отдельно, а могу и не снимать, то есть, я свободен сам решать, как делать. Поэтому я считаю, что сила в свободе выбора. А я считаю, что сила в отжиманиях. Да. Ты больше отжиманий каждый день делай, то ты сильнее. Сколько отжиманий сегодня сделал? Десять. Десять? Ну, ладно. Ну, это, кстати, не я. Двухзначное число уже хорошо. Ты упомянул фильм «Брат 2», но я знаю, что твой любимый фильм «Матрица». А знаешь почему? А дело в том, что основной посыл и основная идея фильма «Матрица» заключается в том, что человечество и люди, да, используются как батарейки для поддержания какой-то другой системы, да, системы роботов, компьютерных программ и так далее, у которых искусственный интеллект, скажем так, и, да, сокращение. Дело в том, что невозможно доказать, что нету так в реальной жизни, как показывают в этом фильме. Типа, это доказать нереально, это невозможно доказать. И сама идея, сама концепция того, что мы реально живем во сне, и то, что все мы думаем, оно выдумано. И, блин, действительно, реально просто сама идея, сама концепция мне настолько нравится, настолько импонирует. И вот эта сцена, помнишь, где он такой? Морфеус сидит перед Нао, и такой, примешь синюю таблетку, сказке конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Принимешь красную таблетку, войдешь в страну чудес, и я покажу тебе. Глубокали кроличья нора, да? И он берет красную. И перед тем, как он берет красную, Морфеус говорит, помни, я лишь предлагаю узнать правду, больше ничего. То есть человек ясно дает понять, что я лишь предлагаю тебе снять розовые очки. А где гарантия, что мы сейчас не в розовых очках находимся? То есть уверены ли мы, что все именно так, как мы себе представляем, основываясь на наших каких-то прожитых испытаниях, прожитых действиях, каких-то ошибках, совершенных в жизни, уверены ли мы, что все именно так, никак по-другому, а может быть вообще весь мир давным-давно живет во сне. Кто его знает? Поэтому я люблю Матрицу. Если бы ты писал книгу о своей профессии, то как бы она начиналась? Игра людей в морской жизни. Ты бы все сделал ради денег? В большем процентном соотношении да, чем нет. Потому что счастье не в деньгах, но деньги — это средство достижения счастья. Потому что без них реально тоже плохо. В молитве ты бы попросил у Бога любви или чтобы тебе повысили зарплату? Повысили зарплату. Я материалист, отчасти. Существует ли удача? Существует, безусловно, существует. Потому что, как я сказал ранее, нужно оказаться в правильном месте в правильное время. И здесь это предугадать, это невозможно. Это же, ну, это же... То есть если есть такая вещь, как прогноз погоды, которому плюс-минус можно верить, основываясь на каких-то фактах, то ты никогда не знаешь, что произойдет через, скажем, пять минут, пять дней, пять часов. То есть, может быть, ты лежишь, один человек страдает от одиночества, да, и в какой-то момент он просыпается, идет под дождем в магазин, купит себе йогурт на вечер, в спортивных штанах, непобритый, встречает любовь всей своей жизни или наоборот, или девушка так делает. Вот, и никогда не знаешь, да, что произойдет. И поэтому удача, безусловно, нужна. И что в отношениях работы, что в отношениях личных, да, в отношениях мужчины и женщины, чтобы познакомиться с теми человеком, с которым ты на самом деле хотел бы свести еще, ну, не свести еще, ты неправильно выразился, с которым тебе действительно было бы комфортно и удобно жить и вместе идти по жизни. Любите и будьте любимыми, дарите счастье, будьте счастливыми, делайте счастливыми других, делать счастливым только себя в какой-то момент может надоесть. Ну что же, люди мои дорогие, удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!